Зеленая лента, аплодисменты и поздравления гостей. Торжественное открытие пункта обмена непродовольственными товарами «Давай меняться» состоялось. И вот первые посетители уже спешат расхламиться. Я принес лотки для бумаги пластиковые и утюг, который уже старого образца, не новый, но зато рабочем состоянии. Мы в основном принесли старые игрушки, ребенок вырастает, а игрушками еще можно играть. Это развивающие игры, полезные игры. Идея создать такой пункт обмена родилась на основе формата «Своп-вечеринка». Ее суть – обмениваются вещами в определенном месте в определенное время в течение одного дня. Так как я уже давно вынашивал идею о «Своп-вечеринках» в Челнах, потому что это очень интересный формат, и о нем я узнал в Москве, где он уже очень популярен, но в Челнах его просто не было. И будучи в Ижевске, я узнал, что это есть не только формат вечеринок, а постоянно работающего магазина. Социально-экологический проект включает в себя три направления. Первое – это обмен. Челницы могут сдать в пункт ненужные непродовольственные товары. Это может быть одежда, ювелирные изделия, книги, постельное белье, обувь. Когда сейчас вот будет такой магазин, я так думаю, что люди будут заинтересованы прийти, отдать, что-то посмотреть. И пусть даже если не посмотреть себе, то лучше вещи отдать, чем выкинуть на помойку. В обмен за сданные непродовольственные товары посетитель может купить в магазине любую вещь на внутреннюю валюту под названием «Своп». Также есть направление благотворительности. Вещей несут очень много. Далеко не все вещи успевают обмениваться, а вещей много. И мы всегда рады раздавать вещи бесплатно, поэтому у нас раз в месяц проходит благотворительная акция «Дармарка». Третья составляющая социально-экологического проекта – это переработка. Вторую жизнь дают непригодным для носки вещам. В пункте принимают любую одежду, за исключением верхней одежды, обуви, носков и нижнего белья. Я сегодня принесла пластик, стекло, жебы-баночки, батарейки и крышечки. Наш дом 4610В давно уже занимается сбором, примерно лет 6-7. Значит, в том году мы закрыли мусоропровод и уже сейчас целенаправленно все это разделяем и отправляем переработчикам. Изношенную одежду будут отправлять на перерабатывающие заводы в Иваново, Краснодар и Подмосковье. Лизанна Габдрашитова, Артем Колесов, Новости, Челны ТВ.